МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. И вообще, вы меня все тут достали. Сынок отравить пытался, мамашка оскорбляет. Ты тут себя невинного строишь. Спал со мной, денег не давал. Мать, пожалел на операцию моей матери. Ты пожалел деньги. Павла Светикова обвиняют в покушении на убийство няни, которая работала в их доме. По версии обвинения, подросток добавил сердечный препарат в отвар трав, который принимала няня. Но адвокат уверен, прежде чем выносить приговор, надо разобраться, какая атмосфера царила в доме парня. Убей мою мать и моего брата маленького. Я останусь богатенькой, никто не будет претендовать на имущество. У матери два магазина, много денег, все такое. Андрея Чуракова обвиняет в жестоком убийстве бизнесвумен Ирины Берестовой. Парень утверждает, что он невиновен, его подставили. Однако все улики говорят против Чуракова. Между тем, защита находит новую информацию по этому делу. Оказывается, у Андрея была соучастница. Светиков Павел Андреевич. Полных лет сколько? 17 лет. Присаживайся. Обвиняешься по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в покушении на убийство Щукиной Виктории Николаевны, которая работала няней в семье Светиковых. Так 28 мая 2018 года добавил в термос Щукиной, где она заваривала отвар из трав для похудения, сердечный препарат в концентрации опасной для жизни и здоровья. В результате Виктория с острой сердечной недостаточностью была госпитализирована в больницу и на протяжении двух суток боролись за ее жизнь, пытаясь восстановить нормальную деятельность сердца. Вину свою признаешь? Нет, не признаю. Следаки ничего искать не хотели. Они просто меня обвинили и нашли первого попавшегося. Ну, понятно. Вот в соцкарте твоей указано о том, что ты хорошо учишься, участвуешь в школьной рок-группе. А живешь ты с кем? С матерью? С матерью живой, с отцом. В загородном доме? И с Викусей еще. А Викусей это кто? Викусей это наша няня, вот эта вот сидит. А няня почему? Потому что у родителей родился еще один ребенок? Ну да, тогда родителям по 40-лету стукнуло. У мамы своя турфирма, отец с нам бухгалтером работает. Ну и дочь, когда родилась с Анютой, маму с роддома выписали. В доме поселилась няня Нашенька. Вика, эта няня, она приехала сюда из Урупинска своего. Принца на белом коне искать. Вот, Вика меня сразу соблазнять начала. Ну а что? Она видит то, что парень при деньгах, родители богатые. Я скоро заканчиваю школу, мне 18 исполнится. А мама не раз говорила, что при Вике, когда мне 18 исполнится, они мне квартиру подарят. Вот, ну и Вика что она начала? Соблазнять меня. Юбка короче с каждым днем. Когда Анютку из кроватки достается в моем помещении, сразу наклоняется так, что аж все труселя видны, извините за выражение, конечно. Вот. И в очередной раз она ко мне подошла, пришла вы со своими буферами. Я? Ты, ты. Ты врешь-то. Ой, слушай. Прижалась я и говорю, Вика, если ты не перестанешь, я все расскажу матери, что она тебя уволит за твои приставания. И что вы думаете? Она начала закатывать истерику, говорить, что она думала, что у нас все взаимно. У меня с ней взаимно. Деревенщина. Ты на себя посмотри, мажор. Она сказала, что если я не буду с ней, то жизнь ее не представляет никакого дальнейшего смысла. И что она покончит с собой. Я не поверил, я как бы подумал, что она бредит, что городит-то вообще. Не в огороде в своем городить тут. Ну и все. На следующий день она траванулась. Только я ее не травил, она сама. Красиво. Как есть. Как есть. Ну немножко, но неправда. Красиво, но неправда. В принципе, как всегда. Потому что 28 мая у нас с утра позвонила Виктория сама. Позвонила в скорую помощь и говорит, у меня признаки отравления и сердечные боли. До того, как сознание потерять, уже успела вот эту всю информацию дать. Плюс сказала адрес, где находится. Скорая помощь выехала на место. Дверь открыта. Обнаружили, лежит человек в бессознательном состоянии. Очень быстро приехали и реанимационные действия, можно сказать, спасли человека. Потому что иначе был бы вкладный труп. Оперативники прибыли на место происшествия, осматривали жилище. Обнаружили тот самый злосчастный термос, в который после, ну, по экспертизе было установлено, что добавлен очень сильный сердечный препарат. Ваша честь. Дозировка которого была, ну, просто чрезмерная. Удивительный факт, что человек не погиб, потому что спасло два момента. Первый выпил неполный стакан, то есть, ну, чуть меньше, чем надо было для того, чтобы совсем уже насмерть. И что скорая прибыла быстро и реанимировали. Осматривали сам термос, тщательно протерт, отпечатков пальцев нет, следов рук нет. Но на крышке обнаружен фрагмент указательного пальца правой руки, естественно, принадлежащий нашему подсудимому. Соответственно, вину считаем полностью доказанной, просим наказание в виде шести лет лишения свободы для обиду подсудимого. Какие шесть лет? Ваша честь, я бы хотел сказать, что то, что тут сказал прокурор, это вот это вот не надо. Я ничего не протирал. Отпечаток пальца я могу объяснить. 28 мая родители, как всегда, собирались на работу. Им надо было к 9.30. За пять минут до выхода меня мама разбудила, потому что мне надо было в школу, у нас была консультация по сочинению. Вот, мама меня разбудила, и я пошел, как всегда, завтракать с утра, захожу на кухню. Там Вичка, земляничка, крутит свой термос. Она вот термос у нас купила месяц назад и купила травы какие-то в аптеке для похудания. Постоянно трындела о том, что сейчас-сейчас я похудею, сейчас-сейчас я стану принцессой Фионой. Вот, и как бы Вика закричала, ой, извини меня, ваше честь, просто немножко волнуюсь. Анечка закричала, и Вика метнула сразу в комнату, вот, чтобы успокоить ребенка. Термос остался этот гребаный на столе, как обычно. Я его отодвинул, потому что мне неудобно было делать себе бутерброды. Я бутерброд поел, и все, пошел собираться. Слушай, а ты прям так подробно помнишь, как ты термос отодвинул. Вот так не каждый человек вообще будет помнить шутку. А у меня очень хорошая память с детства. Да? Да, вы сами сказали, я хорошо учился в школе. Память, но ты забыл об одном очень важном факте. Про любовь неразделенную помнишь, как ты термос двигал, помнишь, а не помнишь, как ты деньги у родителей своих украл. Собственно, это и стало у нас причиной совершения преступления. Дело в том, что подсудимый залез к своим родителям в ящик стола и вытащил 350 тысяч рублей. Я не знаю, не мог он такого не делать. А вы дослушайте до конца, и вы все поймете. В этот момент заходит Виктория, видит вот это вот самое событие, да, что человек просто ворует деньги. Понимает, что в случае, если деньги сейчас пропадут, естественно, как на чужого человека, ходящего по дому, свалит все на нее. Говорит, я не буду тебя покрывать. Павлик, я не буду. Ни о какой-то неразделенной любви даже речи не идет. Она говорит, я не буду тебя покрывать. Ты украл деньги, и я все расскажу твоим родителям. Мальчик испугался, решил избавиться от свидетеля. Вот и добавил тот самый сердечный препарат. Дела сердечные здесь такие. Лекарства сглажник. Виктория, вы действительно были свидетелем такой сцены, когда молодой человек воровал у своих родителей деньги? Да. Расскажи, зачем? Возвольте сначала скажу вообще вот это, конечно, полная ложь. Никакой любви не было. Никакой разделенной любви тоже не было. Да как не было? Ты постоянно ко мне приставала. Что ты врешь? Слушайте, я никогда не отрицалась. Вика, ты жизнь не сломать хочешь. И что тебе надо? Ты уже сказал. Послушайте, я никогда не отрицала, что да, я приехала в столицу, хочу выйти замуж, остаться жить в столице, в Москве. Но это такой мажор, как ты, знаешь, и мне тоже не нужен. Мало того, малолетка, так еще маленький папенькин сынок. Знаете, я больше скажу, он не только меня бесил. Мать, собственно, отца тоже бесил. Как раз таки 26 мая я слышала, как Нина Александровна думала, она его убьет. Уже было 11 вечера, я красанечку укладывала, книгу читала после. И слышала, она так орала, что как раз ребенка аж разбудила. Опять пьяный приперся, не дай бог, отец тебя увидит. И я аж вышла посмотреть, что происходит. Я не подслушивала. Знаете, Виктория, отношения с сыном мои, вас не касаются. Послушайте, Нина Александровна, касаются. Потому что как раз таки тогда, вот так, а раньше, это было, во-первых, невозможно было не услышать, во-вторых, вы же касаются. Но, Виктория, это, в принципе, имеет отношение к делу, какой он там пришел, как он стоит и так далее. Касается, Ваша честь, поскольку тогда прозвучала такая фраза. Она сказала, все, я тебе перекрою кислород, потому что это не первый раз. И вы знаете, как раз таки на следующий день, когда Нина Александровна с мужем ушли в театр, Паша за минут 10, наверное, до них незадолго ушел якобы к репетитору. И как бы, знаете, я как раз тоже была с ребенком, одна в доме, слышала какая-то возня в кабинете у отца. Вот, вы верите, я испугалась, но я ведь одна дома с ребенком, вора, что мне делать? Ну, тут я услышала звонок, и зазвенела какая-то знакомая мелодия. Я вспомнила, что у Паши как раз такая. Я еще подумала, наверное, он. Ну, конечно, очень страшно, когда ты одна с ребенком. Ну, я уже все равно осмелела, вышла и увидела как раз, что Павел стоит около тумбочки, и в руках у него деньги. Он так разозлился, кулаки сжал, я думала, ударит, но сдержался. А потом сразу имя мое вспомнил. Начал, векуйся, дай мне время, дай сутки, и обязательно деньги верну. Ага, вспомнил сразу вовремя. Я же дура поверила, сжалилась, думала, реально вернет. Так, видимо, он тогда уже решил меня убить, и этот сердечный препарат мне подсыпать. Да что ты гонишь? Откуда у меня этот сердечный препарат? Вот, что за сказки? Ваша честь, а вот давайте теперь выясним, откуда же у нас у подсудимого этот сердечный препарат. И нам об этом расскажет водитель семьи Светикова, Прохоров Виталий Игоревич. Пригласите, пожалуйста, Прохорова Виталия Игоревича. Ну что, 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 что ты боишься? Сейчас он все расскажет, что ты тут лепишь. Мам, вот почему вот это? О, Виталька, а ты что сюда пришел? Сейчас, сейчас, пойди. А ты что тут делаешь, Виталь? Воспитанный мальчик в хорошей семье. Ты давай помалкивай, невоспитанные девочки. Виталий Игоревич, правильно я понимаю, что вы работаете водителем в этой семье, да? Ну, накануне покушения на Вику я, как обычно, вез Пашу из школы домой. Паша попросил меня притормозить около фастфуда. Я припарковался, сижу, жду. И смотрю, что-то Паша как-то быстро вышел из кафешки. У тебя какая разница, как я ухожу из кафешки? Подожди, подожди, Паша, перебивай. Вот, затем он постоял, посмотрел, оглянулся вокруг и быстро как-то нырнул в ближайшую аптеку. Затем он примерно около пяти минут, он побыл в аптеке, вышел, и мы отправились дальше домой. Ну, естественно, обвинение за этот факт зацепило. Стали проверять, что же делал у нас молодой человек в данной аптеке. Изъяли с камеры видеонаблюдения в аптеке видео за этот день, и было установлено, что действительно пришел туда, Павля, покупать два флакона того самого сердечного препарата, который был добавлен в термос у нас потерпевший. Один из этих флаконов был обнаружен в доме Цветиковых. А второго, по версии обвинения, просто банально он избавился после того, как вылил содержимое в отвар. Ваша честь, это была моя просьба. Я просила сына купить мне сердечный препарат. У меня больное сердце. Ну, это на самом деле, да, у нее больное сердце. Угу, угу. И вы, ну, то есть вы что хотите сказать, что вы прям за вечер целый флакон израсходовали, да? Ну да, да, наверное. Там просто, я еще раз повторюсь, доза смертельная. Но дело в том, что кроме этого, мы же дальше пошли. Как ты сказала, что лучше дела расследовать? Мы расследовали, в частности, провели исследование твоего ноутбука. И там в числе последних запросов стоит, каким лекарственным препаратом без рецепта... Это можно сфабриковать. Какой лекарственный препарат без рецепта может вызвать смерть? Это я. Это тоже вы попросили, чтобы... Нет, я... Похранник. Знаете, я умею пользоваться интернетом. И я искала, каковы последствия долгосрочного использования сердечных препаратов. Мне только вот непонятно одно. Почему Виталий хочет представить это так, как будто мой сын не хотел, чтобы его заметили в аптеке. А ты не хочешь, Виталий, рассказать о том, что у тебя у самого был мотив убить Викторию? Ну, если уже переходить к делу, Ваша честь, то хотел бы сказать следующее, что, конечно же, мотив у водителя имеется. Так как в день совершения преступления, то есть 28 мая в 9.15, согласно камере видеонаблюдения, которая установлена на доме Светиковых, туда, в этот дом, заходил свидетель обвинения Прохоров. И уже после того, когда он зашел, произошли эти печальные события. То есть кто-то добавил вот это вот сердечное лекарство в термос, да, и произошло отравление. Скажите, пожалуйста, зря вы улыбаетесь, что вы там делали в доме, тогда, когда зашли в 9.15, 28 мая. Да, мне бы хотелось тоже знать. Я приехал за Ниной Александровной. Она меня с вечера попросила забрать вещи, чтобы отвезти их в химчистку. Я приехал, зашел в холл, забрал пакет и кинул их в машину. И все? Только ли и пакеты ты забрал? Конечно. Ваша честь. Дело было так. 28 мая Виталий приехал для того, чтобы забрать вещи. Однако вещи были не готовы, я попросила его подождать на кухне. И термос Викин с заваренными травами уже стоял на столе. Ты мог туда подсыпать все, что угодно. А еще я слышала ссору между Викой и Виталием. Я знала, что Виталий влюблен в Вику. И Вика сказала так. Я не хочу выходить замуж за прислугу. После этого я подслушаю. Ничего себе амбиции у девочки. Сама прислугу. Нина Александровна, я уже вам все рассказал. Я следователю сказал всю правду о том, что Паша заехал в аптеку, побыл там какое-то время. И если на то пошло, если вы так хотите защитить своего сына, то обратите внимание на своего мужа. Это ты на что намекаешь? Что ты городишь? Что вы хотите сказать? Подождите. Нина Александровна, скажите, вы же знаете, что ваш муж спит с няней. Так как вы слышали, подождите, подождите, так как вы же слышали наш разговор с няней, и вы должны были понять, что няня мне, прибею, выбрала женатенького и богатенького, вашего мужа. Какая фон фаталь. Ты что? И теперь деньги тянет у него. И шантажирует его за это. Вот и мотив, пожалуйста, вам. Ваша честь, это я с няней спал. Что? Кто с кем спал? Ты чего несешь-то? Да ты со мной спал, ты меня просто достал. Ты что сейчас городишь вообще? Я уже не знаю, как от нее избавиться. Кто с тобой спал? Ты себя видел, блин, малолетний мажор? Я отбрил ее, но она не останавливается. Она постоянно мне твердит про любовь. Ой, какая любовь. Тогда я добавил этот препарат сердечный в термос. Ты ее хотел убить, что ли? Я не хотел ее убить, я хотел только подставить. Вот и выяснилось, правда. Каким образом? Я хотел подставить ее в связи с тем, что там в инструкции написано, что препарат вызывает сонливость. А у нас детская камера висит. Ну, я думал, я подсыплю ей вот это вот, налью. Она уснет в детской. А родаки увидят тогда, что она спит на работе. Все, ее вышвырнут. И дальше все будет, как раньше. Паш, ну сказал бы просто мне. Мам, ну как что я тебе скажу, что до меня няня подымогается? И ты бы мне поверила? Конечно, поверила. Она сама мне не нравится. Самой мне не нравится эта деревенщина. Зачем же тогда ты ее наняла, мам? Что? Это кто здесь деревенщина? Нина Александровна? Вы знаете, вообще-то, деревенщина. Это ваш муж немножечко вас примитивно считает. Ты что, городик? Вы говорите, не надо. Это кто мне на ушко говорил, когда мы сексом занимались? У тебя жена примитивная. И 20 лет в постели все в одной и той же позе. А? Кто это? Чего? Да, а что ты теперь перед женой такое лицо невинное делаешь? Конечно. Так что, Нина Александровна, непонятно, кто еще тут деревенщина примитивная. И вообще, вы меня все тут достали. Сынок отравить пытался. Мамашка оскорбляет. Ты тут себя невинного строишь. Спал со мной, денег не давал. Мать, пожалел. Ты что придумываешь? На операцию моей матери ты пожалел деньги. Говорил, откладывать надо было. Ты жадина. Я не спал с няней. У меня никогда не было с ней секса. Ты что, Нина, не видишь, что она меня оговаривает? Они просто с Виталиком, видно, помирились. Ну не надо всех. И он врет. А ты, дорогой мой, уволен. С удовольствием. Нина, перестань. Давай только не будем устраивать истерики. Я тебя прошу. Давай приедем домой и во всем разберемся спокойно. Я хочу, чтобы ты не тут сказал. Да не было у меня ничего с ней. Ты ничего не видишь, что ли? Ее деньги только нужны. Вы не забыли, что у вас сын-то на скамье подсудимых. Нет? Простите, Ваша честь. Если вы дадите ему условный срок, я обещаю вам, что я возьмусь за его воспитание. Он у меня пойдет учиться на вечернее. На бюджетное. А днем будет работать. Пойдет вагоны разгружать. Я вот возьмусь за него. Но до этого фирму я свою не возьму. После всего, что произошло. Мам, да он тебе всю жизнь изменяет. Ты делаешь все, чтобы оставить его с нами. Ты даже Анечку родила только для того, чтобы оставить его с нами. А, доктор, а тебя предупреждали, что это опасно. Твоя беременность может плохо закончиться. И что? И после всего этого он еще и говорит, что меня вагоны пойдет разгружать. А ты знаешь, и с тобой так же будет. Он ведь тебя бросит. Он тебя бросит, а сделает-то так, что он не виноват. Он опять чистенький. Он скажет, что это ты гуляла. Что это ты изменяла. Ваша честь, мне просто стало противно. Стало противно от того, что я узнал, что он с ней не спит. Когда мать его так любит. Что вот противно, особенно, когда она трепалась со своей подружкой и рассказывала о том, что ей старый хмыр денег не дает. Такого не было. Она сказала, что она знает, как его шантажировать. И самое главное, абсолютно понятно, что отец бы ей заплатил. Заплатил бы ей за молчание этой дури. А мне что? Мне он дает деньги только на фастфуд. Мне денег на дорогу иногда не хватает. Мне 17 лет. У меня есть девушка. Я хочу дарить ей подарки. Как все это делают нормальные парни. Я хочу ходить в клубы со своими друзьями. Не за их счет, а за свой, за свои деньги. Тем более моим родителям это по карману. Ну почему так происходит? Именно поэтому я украл эти деньги. Но эти деньги принадлежат моей матери. Потому что это ее фирма, а не его. Няня меня застукала. И тогда я не видел ничего, кроме как избавиться от нее. Но путем подставы. Вика, Вика, я не хотел тебя убивать. Я хотел тебя подставить. И да, у нас с тобой натянутые отношения. Но я не хотел тебя убивать. Очень вовремя, Паш. Я просто переборщил с этим препаратом. Я думал, она просто заснет и ее уволят. Суд удаляется для вынесения проговора. Далее в программе. Убей мою мать и моего брата маленького. Я останусь богатенькой. Никто не будет претендовать на имущество. У матери два магазина. Много денег, все такое. Андрея Чуракова обвиняет в жестоком убийстве бизнесвумен Ирины Берестовой. Парень утверждает, что он невиновен. Его подставили. Однако все улики говорят против Чуракова. Между тем, защита находит новую информацию по этому делу. Оказывается, у Андрея была соучастница. Действия Светикова Павла Андреевича по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации переквалифицировать на часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд полагает, что здесь имеет место причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначить ему наказание в виде испытательных работ сроком на один год. Судебное заседание закончено. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Чураков Андрей Львович. Андрей Львович, полных лет сколько? 17 лет. Обвиняешься по части 1 статьи 105, части 3 пункта МАИВ статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, 7 мая 2017 года ты проник в частный дом с целью кражи. Будучи застегнутым во время кражи, ты совершил убийство Берестова Ирины Сергеевны. Ты признаешь свою вину? Нет, я вот все это не признаю. Я этого ничего не делал. В дом ни к кому не проникал, никого не убивал. Вообще, эту тетку не знаю. Слышал что-то про нее. То, что она богатая, у нее есть два магазина. Я живу в поселке городского типа. Там маленькая площадь. И люди друг друга, большинство все знают. Ну, я не проникал никуда, никого не убивал. Вот следствие говорит то, что мой браслет откуда-то там взялся. Так, я это и следствие... Твой браслет? Мой браслет. Я следствию говорил то, что у меня этот браслет кто-то спер вместе с кошельком. Ну, я так думаю, то, что если эту тетку убили, то, скорее всего, ее конкуренты какие-то по бизнесу, наверное. А меня тупо подставили, просто подбросили мой браслет туда и все. Да никаких, уважаемый суд, конкурентов у погибшей, собственно говоря, особо-то и не было. Ну, не считая там каких-то, скажем так, маленьких, добросовестных, назовем их таким определением, характеризуем, конкурентов. Конечно же, эту версию проверяли. Да, и она, повторюсь, не нашла своего подтверждения. Уважаемый суд, а вот что касается браслета, то он действительно был найден на месте совершения преступления. Ну, там были инициалы подсудимого, но, по сути, даже не сами инициалы вывели на его след, а были на браслете отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев пробили по базе Папилон, вот. Вот, а у нас подсудимый ранее задерживался дважды за драку, где его отпечатки пальцев были откатаны, в базу занесены. Ну, и, следовательно, вот он, как говорится, курепчик попался в наши цепкие лапы. Уважаемый суд, установлено, что смерть наступила между 20 и 22 часами. Берестову задушили бельевой веревкой, которая была также обнаружена в доме. На шее Берестовой присутствует характерная трансгуляционная борозда. А также микрочастицы волокон этой бельевой веревки. Вот. Ну, уважаемый суд, вот первоначально вот так. А из дома-то что украли? У нас украли столовое серебро 19 века на сумму свыше 300 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей. И указанные, уважаемый суд, вещи, они обнаружены были не где-нибудь, а в доме Чуракова. Кроме того, уважаемый суд, под ногтевое содержимое жертвы были изъяты образцы для зрительного исследования, отправлены на экспертизу. И было установлено, что эти образцы – это не что иное, как образцы тканей подсудимого. Собственно говоря, когда жертва сопротивлялась, боролась с ним, она его расцарапала. А на изъятой у Чуракова одежды обнаружены микрочастицы волокон, которые идентичны волокнам той самой веревки, которой была задушена подсудимая. Уважаемый суд, поэтому полагаем, что собранный по делу совокупностью доказательств вина подсудимого полностью доказана. И просим назначить наказание ему в виде 8 лет лишения свободы. Понятно. Лидия, скажи, пожалуйста, а где ты находилась вечером 7 мая? Ваша честь, я никогда не забуду тот ужасный день, который я пережила и переживаю до сих пор. В этот день я поехала в ночной клуб на вечеринку вместе со своими друзьями. После этого я приезжаю домой и стала стучать в дверь к себе домой, но никто мне ее не открыл. Ну, после этого я залезла в свою сумочку, стала копаться и взяла, достала ключи, открыла дверь, вошла. Когда я вошла, то я увидела ужасную картину. Я увидела, что у меня мать валяется на полу, вся синяя. Я взяла ее за руку и нащупала, что пульса нет, рука холодная. На тот момент я даже забыла, что у меня брат тоже дома, что он находится. И я очень волновалась, что с ним жив, он не жив. Побежала сразу в комнату к нему в детскую и посмотрела, что он дышит. Я очень вот этому рада, что этот изверг не добрался до моего единственного теперь родного человека. Я не понимаю, Ваша честь, за что? За что убивать было? За каких-то пару ложек? За 30 тысяч кусков каких-то? Ну, захотел ты наживиться? Ну, не знаю, сказал бы, что ты сделал? Ну, зачем убивать? Мать бы, она сама бы отдала все, что у нее имеется, лишь бы не умирать, чтобы ее не лишали жизни. Светлана Алексеевна, сын-то ваш имеет приводы в полицию. Как-то так за кражу был задержан. И при этом, собственно, хорошее отношение с бабушкой, с вами. Вы-то как считаете, уже дошел и до убийства, что ли? Да у нас дома нормальные отношения. Ну, то, что за драку, за кражу, ну, мальчик растет, с кем не бывает. У нас такой еще неблагополучный район. Конечно, с кем не бывает. Ну, одним человеком меньше на свете стало, правда ведь? Ты не убивал, он не мог никого убить. Мы не так его воспитывали, он не мог убить. Он только ворует, но не убивает, да? Но он только один раз воровал, а то его друзья подбили. Да я про эту Берестову стала справки наводить, когда мы его Андрея обвинили в убийстве. И выяснила, что она живет с богатым и женатым при этом человеком. И он ей купил два магазина, деньгами ее обеспечивают. И ребенка своего, вот этого Максима, братика Лили, она родила вот от этого мужчины, богатого и женатого. А жена его, она злится на то, что у него есть любовница, и он к ней все время ходит. И наверняка это она грохнула эту Берестову. Наверняка это она сделала. Или сам вот этот вот любовник, потому что ему надоели постоянные скандалы. У нас город маленький, все друг друга знают, и об этом весь город говорит, что они все время ругаются. Я уже говорила об этом следователю, что я знаю, что жена вот этого любовника приходила к Берестовой, и был ужасный скандал по поводу вот этих всех их взаимоотношений. Мне кажется, что это они убили Берестову, а моему сыну, нам в наш дом, это серебро, ложки вот эти, и деньги их подбросили, и браслет тоже подбросили. Вот они сделали. Вселенский заговор, уважаемый суд. Да давай они богатые, у нас бедная семья. Я вам скажу, где он, где он на самом деле, этот заговор базируется на Марсе, потому что он вселенский, вы понимаете, против вашей семьи. Там сидят гуманоиды, плетут загоровы и тайными какими-то своими знаниями влияют на сознание чиновников и прочих. Самим-то не смешно слушать вот эту тут ересь. Уважаемый суд, проверялась вот эта вот, скажем так, интересная версия, вот, и не нашла своего подтверждения. Почему? Потому что вот этот сам любовник Берестовой, для его супруга, к этой истории никакого отношения не имеет. Да, этот мужчина, о котором нам здесь представить подсудимого, упоминает, на самом деле он является отцом Максима, сына погибшей. Он, собственно говоря, здесь, ибо был приглашен в качестве лица, подлежащего вызову в судебное заседание. Это Сазонов Борис Антонович. Давайте его допросим. Пригласите, пожалуйста, Сазонова Бориса Антоновича. Присаживайтесь. Борис Антонович, расскажите нам, пожалуйста, что-то известно вам вот о случившемся, произошедшем? Какие-то подробности, может, знаете? Здравствуйте, Ваша честь. Да, действительно, трагическая история. Ну, что сказать. Шила в мешке не утаишь. Действительно, у меня была связь с Берестовой, но это уже в прошлом. Единственное, что нас связывало, это общий ребенок Максим. Я с себя не снимаю ответственность. Это мой ребенок, и я буду, как смогу, помогать. Я разводиться не собираюсь. Я люблю свою жену Полину. У нас был серьезный разговор с ней об этом. Мы внутри семьи все решили. В этот день, 7 мая, я приехал к Берестовой навестить ребенка. Максимка приболел, и вот в 6 часов вечера я приехал поиграть с ним. Привез деньги на содержание ребенка Ирине. И в 7 часов вечера уехал. Ну, у нас был неприятный разговор. Ирина, как обычно, начала свою историю о том, что ты должен развестись. Я ей объяснил, что не планирую разводиться. Я ей сразу это говорил. Ну, потом она успаковывалась, как обычно, получила деньги. И около 19 часов вечера я уехал. Когда уходил, еще заметил, кстати, какого-то парнишка около подъезда крутился. Вот, собственно, и все. Парнишка, это вот Андрей, вот этот вот? Да, именно. А раньше вы его видели? Нет. Почему заметил? Потому что в доме живут солидные люди, собственно, по соседству. А вот этот паренек как-то выглядел маргинального вида, скажем так. И поэтому я его и заметил. Но раньше никогда не видел. Вот этот вот тип сначала находился у нее, потом свалил, вернулся, убил. Она меня прет, вот эту вот фигню. Я признаю то, что вот эта вот тетка гуляла, прогуливалась. Я недалеко находился. Ну, и просек то, что у нее из сумочки ключи выпали. Сначала хотел запятыхатку вернуть. Потом подумал, лучше себе оставлю. Залезу в хату и побольше денжат срублю. Ну, и в тот же вечер залез. Нашел у нее в тумбочке серебро. Ложки там какие-то и всякая остальная фигня. Ну, и денег тоже. Тысяч 30, наверное, там было. Потом решил подняться на второй этаж. Зашел. Ну, и просто офигел. Она уже там просто валялась. Без признаков каких-то, что живая или что. Я перепугался. Ну, и свалил оттуда по-быстрому. Ключи выбросил потом. Пожарный суд, ну, на самом деле, это звучит тоже неубедительно. Потому что Сазонов, на самом деле, ушел от погибшей в 19 часов. А в 19.30 он заправлялся на другом конце города. То есть зафиксировали камеры видеонаблюдения. В 20.00 он был на встрече в кафе. Чему тоже есть свидетели. Это супруги Марк Конин. Они были допрошены по делу. С ними он встречался. А убийство-то у нас произошло, уважаемый суд, в период между 20 и 22 часами. Экспертиза нам об этом говорит. Так что это какие-то вот действительно необоснованные отпирания. И плюс, дорогой ты мой, ты не забывай, что под ногтями у жертвы были обнаружены частицы твоей кожи. Что же она была в бездыханном состоянии. Ты подошел, взял, оцарапал себя ее рукой, да и ушел дальше. Так перепугался. И здесь тебя подставили. Что-то слишком много фактов не находишь. Вот против тебя. Ну, Ваша честь, ну, ладно, блин, признаю. Попытка номер три, так. Да, я рассчитывал то, что когда залезу, они дрыхнуть будут. Ну, откуда я знал, что эта баба не спит? Ну, и запалила меня, начала орать. Я перепугался то, что соседи прибегут на крики, там, ментов вызовут, все дела. Ну, и задушил веревкой. Нормально. По поводу браслета. Я не знаю, откуда он там вообще взялся. Ваша честь, зато я знаю, откуда он взялся, этот браслет. И в действительности хочу тебе вот чего сказать, дружище. Что ты вот сейчас тут говоришь, уже признался, да, что ты убил, что ты украл. Но ты многое не договариваешь. Хочешь тут нам героем, как говорится, показаться, да, другого человека выгородить, который фактически тебя и направил совершать это преступление. То есть ты явился, ваша честь, мой подзащитный Чураков, явился объектом манипуляции. То есть фактически преступление было совершено его руками, но есть еще очень подлый, наглый организатор этого всего. Вот. А что касается, об этом мы поговорим об организаторе чуть позже и выведем таки его на чистую воду. А что вот касается браслета, то в действительности не знает Чураков, как он мог оказаться в доме у Берестовых. А именно эта вещь как раз и привела полицейских к моему подзащитному, да. А вот каким образом этот браслет все-таки оказался в доме у Берестовых, нам поможет узнать Конюхова Тамара Михайловна. Это подруга потерпевшая. Прошу ее допросить. Пригласить, пожалуйста, Конюхову Тамара Михайловна. Сюда присаживайся. Ваша честь, я подруга Лилии Берестовой. Тут дело такое. В общем, год назад я увидела, как Лилия сидела в кафе с Андреем. Я тогда еще удивилась, мол, чем это он ей так понравился. Он же простой, как три рубля. Так. Ну, Лилия же у нас с претензиями девочка. Смеется и говорит, мол, он ей в постели понравился. Не было такого. Он ей нафиг не нужен. Придурок этот тупой. Было это, я помню. И еще она попросила меня, чтобы я ей об этом ничего никому не говорила. Потому что если мать узнает, то она тебя убьет. Сама так говорила. Вот именно, Тамара, что это мое личное дело. Это не тот Андрей, это другой человек. Знаешь, сколько у меня таких Андреев было? Ты все перепутала. Ты сейчас пришла сюда и морочишь следствию голову. А еще подругой называлась. Стерва. Ваша честь, Лилька общалась с Андреем. Я вам сто процентов могу сказать, я это видела сама лично. Но она его использовала. Потому что когда адвокат ко мне пришел, я ему всю правду рассказала. Что я его видела вместе с Лилей. Какую правду? Такую правду. Я вас видела. И это правда. Ты перепутала все. Не перепутала. А следаки ко мне не приходили, ничего такого не спрашивали. Ой, хватит мне мстить. Поэтому я рассказала эту информацию только адвокату. Все. А скажи, пожалуйста, какие отношения были между Лилией и ее матерью? Отношения были, если честно, у них ужасные. Они постоянно ссорились. Мать Лилии хотела женить на себе отца Максима. А Лилия постоянно ходила ко мне и жаловалась, какая мать плохая, что он на нее внимание не обращает. Один раз вот такой случай был. Как она сказала, если бы моя мать сдохла, мне бы жилось легче. Я такого не говорила. Я все понимаю, но так про свою мать говорить тебе не стыдно? Я такого не говорила. Говорила мне. Это было. Видите, Ваша честь, вот к чему я это и веду. Лиль, слушай, вот отпираться, я хочу тебе сказать, абсолютно бесполезно. Да почему? Потому что теперь уже абсолютно четко всем известно. Твоя связь с моим подзащитным абсолютно четко раскрыта. Вы не чужие люди. Вы знали еще до происшествия, до убийства твоей матери, да, друг друга. И ты понимаешь, вот если бы не Тамара, да, то я бы нашел еще несколько свидетелей, которые бы эту связь вашу, да, абсолютно четко бы вскрылись бы здесь в суде. Потому что это, в принципе, секрет Оли Шинеля. Однако ты на следствии об этом не сказала. А значит, раз ты утаила, значит, тебе было что утаивать. Значит, ты именно вовлечена в это преступление. И ни один мой подзащитный его совершал, а именно с тобой. Ваша честь, это, получается, Илька меня подставила, что ли? Лиль, ты нафига это сделал-то? Ты забыла о нашей любви, о наших клятвах в любви. Ты сама говорила то, что мы поженимся, ты от меня детей хочешь. А ты, получается, вот так вот со мной поступаешь-то? Конечно, Вашеть, вот так вот она с ним и поступает. Дело в том, что тут следствие вообще сработало отвратительно. Сейчас нам девчонки сказали о том, что отношения между потерпевшей и ее матерью были абсолютно плохими, абсолютно там была ненависть полная, да. Я вот хочу у вас спросить, у Сазонова, у Бориса Антоновича, вы-то знали об этом? Как вы вообще к этому относились, если знали об этих отношениях-то? Плохих. Да, знал, очень плохо относился. Вот конкретно про подсудимого я не слышал, но Ирина мне рассказывала, что действительно Лиля спуталась с каким-то маргиналом. Это ее очень бесило. У них скандалы были. Один раз я их даже еле разнял. Страшное дело. Лиля схватилась за нож. В глазах такая жестокость. Я такого не делала, вы что вообще придумываете? У вас такая шикарная фантазия вообще. Было один раз. Да, не было такого. Ирина мне, конечно, не часто, но рассказывала. Лиля тянула все больше и больше денег у нее, все просила. А она, конечно, хотела выдать ее за состоятельного человека, чтобы все у нее было хорошо. Скажи, пожалуйста, Андрей, какие действительно отношения на самом деле тебя связывали с Лилей? Любовь у нас была ваша честь. У нас было все замечательно. Вот единственное, что Лильку пугало, это ее мать, если бы узнала, она бы была категорически против наших отношений. И все бы рухнуло. Ну вот, как-то раз мы с ней говорим, общаемся, она мне заявляет, протягивает ключи от квартиры и заявляет, типа, ты должен доказать свою любовь тем, что, ну, убей мою мать и моего брата маленького. Я останусь богатенькой, никто не будет претендовать на имущество. У матери два магазина, много денег, все такое. Сделаешь это, и мы свалим куда-нибудь жить при пивавочи после этого. Ну, я испугался, естественно, ну, заднюю врубил. Она мне заявляет, типа, ты меня не любишь и больше тогда вообще не увидишь. Ну, я этих слов перепугался и все-таки согласился на это пойти. Пошел, убил мать, но брата не смог убить. Я зашел в комнатку, он лежал, обняв Мишку Плюшевого. Пришел и сказал то, что все дело сделал, ключи ей отдал от дома. А с серебром что сделал? Серебро я тоже принес, там вилки, ложки какие-то были, денег взял, ну, и ей начал отдавать. Она говорит, типа, оставь у себя. Я еще думаю, о, блин, доверяет, получается, ну, значит, любит и все такое. А на самом деле она-то это сделала, получается, специально, чтобы меня подставить. Менты-то пришли, это у меня нашли. А ты очень раскаиваешься, не? Вот то, что ты сделал. У меня на тот момент голова была в тумане. Я-то думал, я это все ради любви делаю нашей с ней. На самом деле она по-любому познакомилась-то со мной, чтобы, наверное, использовать как киллера. Просто убил и фиг с ним. А ты что думал, гопник необразованный, который только умеет семки щелкать да и пиво пить? Мне даже было противно с тобой целоваться, не то, что рядом быть. А ты еще и переживал. Почему же я тебя не показываю своим друзьям, не представляя тебя в роли своего парня? Думал, что я тебя, мол, стесняюсь. Да, я тебя стеснялась, действительно. Но самое главное, то, что никто о нашем общении не должен был знать. Ибо чтоб на меня никто не подумал. А вот Тамарка... А вот подумали, понимаешь? Ну, Тамарка, да. Ты еще раз тебе говоришь. У меня бы все хорошо. Если бы не была Тамарка, были бы другие свидетели. О ваших отношениях знали и другие. Но дело вот в чем, дружище. Это я своему подзащитному говорю. Ваша честь, тебя просто-напросто использовали. Развели, как говорится. Взяла она у тебя, забрала этот браслет. Потом тогда, когда ты сделал-сделал, для того, чтобы сразу тебя арестовали, принесла этот браслет и оставила на месте убийства, то есть у себя дома. Правильно. Ты для нее был опасным. Опасным даже в том плане и свидетелем ты был для нее опасным. Она знала, что если ты останешься на свободе, ты будешь ею манипулировать, говорить, что ты ее тоже можешь подставить. Поэтому она решила упечь тебя в тюрьму, остаться с богатым наследством, да и все. Понимаешь как? Вот что и произошло. Лиля, скажи, пожалуйста, а брат-то тебе чем не угодил? Ну и тем не угодил, не хотела ни с кем наследство-то делить. А матери было всегда пофигу на меня. Она только занималась своей личной жизнью и занималась Максимом. А меня как будто нет. Максим то, Максим это. Она от меня только хотела поскорее избавиться. Там выдать замуж меня либо за старика, либо за урода. Лишь бы с деньгами был. Откупиться так подороже от меня. Не посмотрев на мои чувства. Я тоже ведь живой человек. Я... Чего я должна была вообще это терпеть? Зачем мне это было нужно? Знаете, я вообще ни о чем не жалею. Вот прям ни грамма сочувствия. И так ей надо. Суд удаляется для вынесения приговора. Чуракова Андрея Львовича. Признать виновным по части 1, статьи 105, части 3 пункта МАИВ, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания воспитательной колонии. Товарищ прокурор, материалы дела передаю вам для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности Берестовой Лилии Петровны по части 4, статьи 33, части 2, пункту А, статьи 105, части 3, пункта МАИВ, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебное заседание закончено. Ну вот и всё.